всем здравствуйте меня зовут анастасия вы на канале мир сквозь пяльца конец октября последняя неделя и ознаменовалась она конечно же финишем моей феи ягод ну и также я повышевала еще две своих других работы которые вы видите перед собой это код бегемот от химеры на 18 каунт схс монохром и виктория ивченко на спорте называется ну или олимпиада сметановна как назвали мы ее сообщать вместе со зрителями вышиваю я ее на белорусской равномерки вот такого сиреневого цвета 30 каунт ну и фея ягод вышилась у меня на этой неделе уже давайте посмотрим как все это было и там я уже подробно все о ней расскажу как и что у меня происходило на чем вышивала и в общем сводку подробной информации насколько я могла я там сделала давайте посмотрим как все это было фух весь день сегодня я делала краску вечером сейчас уже зашла домой сейчас присела затопила печку села вышивать ну что начинаем надеюсь что к концу недели к концу этой серии мы я и вы увидим финиш этого этого в общем финиш феи ягод осталось вот здесь вышивать вышиваю я на выбывание цвета беру каждый цвет и вышиваю его до конца сейчас у меня остался цвет которого ну как вернее уже я дошла до количества в 30 полукрестиков сейчас будет 754 цвет 30 полукрестиков и дальше пошло на увеличение на увеличение буду вышивать так что давайте посмотрим как у меня все это как происходило как вышивалась и как все это как у меня все это произошло как произошел финиш я так замахиваясь прям что как произошел финиш но сама еще только он чистое поле как говорится конь не валялся ну все давайте будем вышивать и надеюсь что все таки действительно произойдет финиш и уже на этой неделе мы увидим готова так я еще на 6 раз одной тоже повторю не буду повторять и буду вышивать думала до самого конца уже теперь не будет никаких включений потому что ну сейчас уже все самый конец что тут включать особо говорить ну надо же было вот на самом конце так накосячить вот о чем думала что за видео такое смотрела интересное что так увлеклась ну тут же круг скругление уже идет но я взяла вот так как вот поднималась по двадцатке засекла и решила вверх подниматься и забивать это все заливать залила тут то что не надо было заливать но теперь пороть ну теоретически можно конечно выпарать вот это все ну так оно там будет у меня распускаться если я буду пороть короче решила оставить так уже если там что я буду с ней делать надеюсь я буду вспомню что я тут накосячила и вот это лишнее вышила если я ее в подушку там буду оформлять или вдруг передумаю картину решу сделать не знаю там под паспорту наверное это же закроется короче решила я это все не выпарывать а сейчас пойду дальше вот сюда вышивать зашила вот этот участок ну вот так вот бывает нужно было делать скругление я вышила все от увидела черточки и пошла вверх все сейчас буду отсюда уже вышивать забивать но я беру вот так вот или одну полосочку или две вот так полоски беру и зашиваю чтобы не бегать сразу по всему а такими узкими чаще всего так один рядок беру и зашиваю просто еще один рядок взяла и зашила он как-то так кажется быстрее продвигается вот заливаю в общем одним цветом остался у меня черный 310 как раз все кончилось то что было на палетке вот достала еще моток обнаружила у себя какой-то пакетик с нитками какие-то все в одном тоне какие-то такие сера все как как у меня всегда серо-черные какие-то такие синие такое сизо-синие-черное что-то такое несколько моточков там что в 10-15 наверно ну вот оттуда взяла за 310 что я это хотела делать для чего я заказывал это нитки для чего они у меня там лежат на какой процесс может быть я что-то хотела ну как бывает же там например я когда заказываешь 150 моточков ты посчитал тебе вышло там 140 и можно еще десять заказать-то надо 150 и я 10 еще могла заказать на какой-то следующий процесс который я собиралась вышивать я теперь не могу вспомнить чего хотела вышивать хотела ли я вообще что-нибудь вышивать не ну там есть такие цвета например как 800 какой-то там ну синие в общем цвета какие-то которые но если бы я заказывала просто добивала бы каких-то я бы триста десятых там триста семнадцатых там четыреста какие-то вот такие 37 99 я бы таких заказала которые самые ходовые 38 65 чтобы они были просто в запасе чтобы всегда они были под рукой потому что ну ну игры которые самые ходовые а там были те что там ну 800 какие-то которые абсолютно не встречаются именно в каждом практически процессе в каждой вышивке для чего я тут кулечек собирала не могу теперь вспомнить в общем взяла оттуда эти нитки если что-то еще буду заказывать буду смотреть что у меня там есть чтобы не заказать лишнее вот теперь надо все подписывать поискала бумажечку обычно я вкладываю если что-то там на что-то собираю там мешочек с нитками я вкладываю бумажку на что я собираю на что это а там поискала и бумажки никакой не нашла на что это в общем прошло время я забыла память как у рыбки и все уже так все буду дошивать дальше тут кусочек нитки остался его дошью и буду резать опять моток и зашивать вот этот осталось примерно две с половиной тысячи здесь полукрестиков и надеюсь что сегодня завтра я успею дошить как раз но пока что еще с утра у меня есть время обед поставила готовится сегодня работы нет и буду вышивать как бы особо на улице холодно и сыра и уже там особо и делать нечего на улице поэтому буду буду вышивать ну и вот она готовая моя красотка моя фея так не вижу сейчас подняла насколько могу все влазит в кадр нет не обошлось без зачарований это моя мои косяки моя криворукость вот здесь где темные нитки были там под низом они вот видите просвечивают кое-где это на лбу я тут видела просвечивали темные нитки сейчас вроде как вот здесь вот темное что-то просвечивает лето я так и вышивала или это так есть вот тут над губой тоже темная нитка просвечивает возможно если бы это был крестик это бы так бы не было видно ну а полукрестик мне кажется из-за этого просвечивает так ну давайте немножко расскажу вышивала я ее на китайской канве канва 22 каунта давайте вот так я ее поближе покажу вот эту ручную обметывала 22 каунт канва заказывала я на алиэкспресс отрезочек этот по моему у меня 50 на 50 сантиметров вышивала полукрестом нитками схс нитки схс здесь у меня в перемешку с одной биркой и с двумя бирками как-то плохо наверно догладила да здесь еще надо будет еще хорошенько отпарить нитки были схски с двумя бирками и с одной биркой все в перемешку когда они уже перемешались и на органайзер я уже не могла различить ни на ощупь никаким методом вообще абсолютно они были неразличимы где из них какие в общем было непонятно и вот так я и вышивала так переменная облачность то было солнце сейчас солнце где-то ушло за облачком закрылась облачком в общем могу сказать что и с одной биркой с двумя бирками схс вообще разницы никакой абсолютно я не вижу так что дальше еще вам рассказать как всегда говорили что лица вышивать схс коми не пойдет будет нехорошо и я ожидала результата хуже но получилось вот как вы видите более менее ничего я ожидала что будет хуже а вот так вот это выглядит в схс ну понятно что это мультяшный немного сюжет мультяшная картина такая более можно сказать рисованная но тем не менее нормально навряд ли я буду портреты такие более приближенные к фотографиям навряд ли я буду это вышивать лица людей а вот так пойдет я считаю давайте немножко поближе покажу мои полукрестики так насчет просвечиваются или или нет после стирки иглашки ну вот это выглядит вот так вот как выглядят темные цвета вот здесь вот чисто черный полностью кое-где все-таки до какой-то что-то как как будто бы просвечивает так в принципе я бы сказала что нормально не особо видны просветы канва когда я вышивала она была такая как тряпочка уже стала сейчас я постирала погладила она опять стала такая более-менее ну плотная жесткая опять вникли к ней вернулась какая-то жесткость такая немного перекосила круг но я насколько смогла тут поутягивала погладила ну вроде бы к час как мне кажется более-менее размер получился 36 на 36 сантиметров диагональ кругом на 22 каунте напомню еще раз когда я начала и вышивать как оказалось сада мне показала начала вышивать и 24 октября 21 года закончила 27 октября 21 22 года то есть ровно год я ее вышивала ушло у меня на вышивку 100 вышивальных дней то есть принципе за если браться так хорошо и плотненько за нее то за три месяца вполне возможно ее вышить ну три месяца там с небольшим да ну пусть три с половиной четыре месяца вполне можно вышить нашу вот такую вот картину всего здесь было восемьдесят пять тысяч сто двадцать два значка то есть полукрестика но если вы вышивать крестиком то это были бы крестики так цветов здесь было пятьдесят три чистых и два нет и три бленда то есть пятьдесят три чистых и три смешанных ну и вот так давайте еще раз немножко поближе посмотрим как она выглядит как получились цветы капельки на них видны честно сказать я даже не поняла как я ее вышила вышивалась легко быстро даже незаметно под видосики включила что-нибудь смотреть интересное и пошла ушивать нормально легко вышивалась никаких заморочек здесь не было не могу сказать что здесь было какое-то бешеное количество одиночек и все было в плане разум в пределах разумного ничего такого прям такого пугающего и трудного здесь не было очень достаточно легкий дизайн был возможно потому что это просто химера не так уж много цветов не так уж много значков мало блендов результат я считаю вполне вполне достойный если не читать вот моих косяков вот этих где просвечиваются ниточки но все теперь я не знаю что я буду делать дальше с ней подушка навряд ли получится потому что 36 сантиметров еще же если она вот так круглая станет то конечно это будет не подушка это будет пятачок какой-то не знаю посмотрю подумаю может быть действительно придется это делать оформлять картину будет видно пока что не могу сказать но все очередной финиш в копилочку этого года у меня пошел и в мою копилочку финиш и вышитых готовых работ что-то я для себя вынесла какие-то уроки надо как-то по-другому менять тактику вышивки чтобы не было вот здесь хотя бы на светлом вот таких косяков если еще здесь ладно бокс не если где-то что-то там темно где-то просвечивается то как бы ладно а вот на лице видите как-то это было получилось не красиво Когда это видно, как будто у нее грязь какая-то на лице, кажется Вот так Тут вот что-то мне не нравится, как оно там просвечивает Вот это вот на лице здесь Вот это Ну вот, вот так вот получилось Ну, в общем и целом Если чуть-чуть издалека Я считаю, что неплохо Ну все, откладываем нашу фею И теперь можно приступать к другим своим работам Я знаете, я ее вышивала, как будто бы Зарабатывала себе разрешение на то, чтобы повышивать Этих новогодние игрушки Что вот я сейчас ее довышиваю И все, у меня будет возможность Я как будто освобождаю себе время И разрешаю себе Как будто вот я заслужила то, чтобы посидеть Теперь повышивать игрушки Я хочу два месяца, теперь ноябрь и декабрь Просто вышивать новогодние игрушки Так что если кто-то ждет от меня только больших Там и многоцветок Ну вот, придется два месяца потерпеть Пока я наиграюсь с игрушками С новогодними Так что собираюсь вышивать на пластике Там всякие разные И схемы из интернета бесплатные Которые какие-то у дизайнеров скачивала И которые я приобретала У дизайнеров Новогодние игрушки Ну все, на этом С феей пока попрощаемся Пока Лежи, не скучай Жди своих подружек Когда они, правда, вышлются Неизвестно Ну, когда-нибудь Пока я далеко не убежала А то я фею постирала Замочила И думаю Вечер еще и есть Свой годное время Вечер, ну, вечер тут Пару часиков Можно посидеть, повышивать Начну вышивать бегемота Фею закончила Сегодня какого У нас 27 октября Четверг И с феей Я ее закончила Думала Хоть бы мне и за неделю Ее осилить Но сегодня был У меня практически Весь день свободен Я была свободна Не могла вышивать Прям Сколько влезет Вот я вышивала Сколько влезет И закончила ее Взялась Повышивать бегемотом И уже начала Тут даже Три крестика вышила Я думаю Надо же Снять Начало Опять два рядочка Будет 1200 крестиков Вот Вот этот участок Будет вышит У меня И Встретимся Как всегда Традиционно После того Как я вышью Этот участок Ну добавила Традиционные 1200 крестиков Ничего В принципе Не изменилось Все то же Все то же самое Немножко здесь Добавилась Вот шерсть кота Вот здесь она была А все остальное Все так же самое Ничего интересного Ну эту Скукотищу Мы с вами Будем наблюдать Еще долго Долго Придется Вышивать До угла Пока Я перейду На следующий ряд Ну в общем Вот так Поэтому долго Останавливаться Не буду Показала Продвижение Что продвижение Есть И дальше Дальше Будет то же самое Поэтому Долго Не будем Тут останавливаться А сейчас Вы видите Как кот Бегемот Получается У Нины Она вышивает В сепии Это наш Маленький Между собой Мы вышиваем Софья С Ниной И я Втроем Кота Бегемота Софья Решила Немножко Пропустить Эту неделю А вот Нина Вот так Вот прибавила Хорошо Очень сильно За эту неделю И прямо Она решила Вышить кота И вот Такой вот У нее получается С рюмочкой Такой вот Он сидит Классный Вообще Эх Нескоро Я доберусь До этого места Долго Мне еще Вышивать Ну ладно Когда-нибудь Доберемся Зато мы посмотрели Как он уже Выглядит Спасибо Спасибо Нине А сейчас Вы видите Перед собой Мою Олимпиаду Сметану Вернее То Как она Выглядела В прошлый раз На тот момент С которого Я начала Собственно Вышивать В этот раз Но не сняла Так как Это уже был Поздний вечер Муж лежал Рядом на диване Очень громко И очень эмоционально Смотрел видео Про то Как Дальнобойщики На своих тягачах Не могут Проехать Перевалы В Якутии Он это все Внимательно Смотрел Наблюдал За ними Поэтому я уже Не стала делать Включение Рядом Думаю Ладно Сделаю Заполню Вот так Вставочку А теперь Она выглядит Вот так Поушевала Я Добавилась Рука С гантелькой У нее появилась Вторая Грудь появилась Часть белья Тут у нее Добавилась Белье Здесь Вышивалось Вот Вот это Край Крестиком В одну ниточку А это все Крестик В две ниточки Ну тут Тут уже Конечно Авторская схема И надо Внимательно Каждый раз Наблюдать За каждым Значком Как вышивается Чтобы не Прозевать В этот раз У меня все Пошло полегче Как-то Побыстрее Прям Я с таким Азартом С таким Удовольствием Вышивала Тут уже Начала Приближаться К лицу Тут Футболка Обозначилась Вот такой В общем Это Она Получается Ну это Это край И это Край Дальше Все будет Тут уже Тут голова Собственно В этот раз Почему-то Мне кажется Что она Намного Больше Чем я Вышивала В прошлый раз Хотя Точно так же Я вышивала Через одну нить Как и в тот раз Ну может быть Просто мне так Оптическая Какая-то Иллюзия Или просто Я уже Не помню Как было С таким азартом И удовольствием Я вышивала Я бы ее И вышивала Ну я даже Продолжу ее Вышивать На этой неделе На следующей вернее Потому что Ну прям Мне как-то Так говорю В азарт Вошло Прям мне было Интересно И Несмотря на то Что это Равномерка Без разметки Ну я как-то Знаете Приловчилась Как-то Я не могу сказать Что прониклась Особой любовью Но Поняла Как вышивать В общем До меня Как бы дошло И что В общем-то Справиться можно Не так комфортно Как на Аиде Конечно Но вышивать Можно Когда вот так Идет цепочка И все Одно за одно Цепляется И легко Вышивать Даже без разметки Конечно Не отступишь Вот здесь Не вышьешь Уже ничего А только вот Одно за одним Цеплять надо Вышивать Ну в принципе Я так и делаю Ну вот Как можете Сами тут видеть Я вышиваю Один цвет Потом беру Второй цвет Который рядом Здесь еще Им вышиваю И вот так вот Иду Заполняю полностью Постепенно Ну тут шел Цепочка просто была Я сюда ее продлила А сейчас буду Вот это все Заполнять 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 Ну в общем Вот так это сейчас Выглядит На следующей неделе Буду продолжать Ее конечно же Вышивать Хоть немножко Но выше Так А не знаю Что-то я Сколько даже Я вышила За Это я вышивала Вчера и позавчера Два дня Или один день Вот что-то не помню Два дня я вышивала Да Суббота Как два дня Субботу вечер Я вышивала И воскресенье Там Несколько раз садилась Ну тоже в основном Можно сказать Вечером Воскресенье вышивала Так Сейчас я посмотрю Еще раз включусь 1154 крестика За два дня У меня здесь вышилось И на сегодняшний день Это уже составляет 32 процента Как я посмотрела Так что вот Вот так вот Ну и все Давайте будем Подводить итог недели Раз уже Ну все Я наверное сказала Все что могла сказать Феи И давайте Подведем итог Ну и вот такой У меня итог недели 7426 полукрестиков У меня оставалось До финиша И я их вышила За эту неделю 1100 Я уже опять забыла Пока Все это складывала Укладывала в натюрморт Я уже забыла Сколько В общем Ты сейчас небольшим Здесь Ну давайте Объединим 1100 И 7400 Это будет 8500 И Здесь 2400 Как-то много Получается Да 10900 11000 Что ли Ну ладно Тут же А Ну да Да Скорее всего так Скорее всего так И вышло много Потому что Здесь был Полукрест И в основном Я зашивала Там большая часть Была Просто черным цветом Я заливала фон Его было больше всего И Я уже это все делала Не глядя в схему Поэтому Конечно Я ее Бахнула Очень быстро Ну вот Поэтому так Получилось Получилось много И Полукрестика И ну и тут Было Большие цветовые пятна В общем Вот так Много одним цветом Вышивалось Я просто Делила пасму Сразу Ну сразу Три штуки Три нитки Отделяла Заправляла Иголки И только Только меняла Одна заканчивала Вторую начинала Ой Ну мне так нравится Как получается Слушайте Классно Да Еще Я не знаю Бэк Ну скорее всего Будет Там гантельки Бэком Наверное Будут обводиться Я в принципе Ничего не смотрела Пока Ничего не смотрю Чтоб потом Как бы Вырисовывалась И смотреть Хотя Сейчас говорю Не смотрю А потом Сейчас возьму Вышивать Я открою И посмотрю Как что будет В общем Вот так Это сейчас Выглядит Ну прям Мне Олимпиада Нравится Вот так Это все Выглядит Давайте Еще раз Полюбуемся На фею Уберу Это все Уберу Это Чтоб не мешало Нам полюбоваться На фею Мой косяк Конечно Вылезло Вот Надо было Так умудриться Ну надеюсь Когда будут Натягивать Все-таки Видимо Все-таки Я ее буду Оформлять Наверное На стену На подушку Не пойдет Смотрите Сегодня Очень пасмурно Вот я сейчас Снимаю И при пасмурном свете Смотрите Какие пятна На лице Вообще То ли это плохо Отпарено То ли что Я не знаю Когда было яркое Солнечное Это было ничего Так Ну было хорошо А сейчас Прям Ну это наверное Да Пасмурно И плохо Как тени Какие-то падают Вот так выглядит Хотя такого Как бы В принципе Я не вижу Кстати Когда вживую Смотрю Я этого не вижу А вот камера Показывает Вот такое Ну в общем Ладно Все Итоги Подведены Вроде бы Все понятно И давайте Теперь посмотрим Что я Что Рубрику Введем Новую Смотрите В следующей серии Ну и смотрите В следующей серии Начну я Следующую неделю С моего набора Чудесной иглы Веселая зима Буду продолжать Вышивать Снеговика У которого На голове Не то шляпа Не то снегирь Буду продолжать Вышивать Также Ну это у меня Процесс Так сказать Технический Который я буду Вышивать Сейчас пока Я буду Вот монтировать Это видео Буду вышивать Этого снеговика Также Традиционно 1200 То есть Заполним Этот участок Уже Финишируем С этим участком На Коте Бегемоте По возможности Сколько смогу Продвину Олимпиаду Сметановну Насколько Это будет возможно Хочу заполнить Вот эту Ей футболку Здесь уже Чтобы было Хотя бы готово Хотя бы Вот это Ну и так же Начинается Ноябрь Завтрашнего дня Но это Если вы на дзене Смотрите То завтра Уже Начинается Ноябрь А если вы Смотрите Это видео На ютубе То это Значит Что вчера Начался Ноябрь Уже было Первое Ноября И С первого Ноября Я Решила Впасть В детство И повышевать Новогодние Игрушки Да Раньше Я помню Еще года Два Три Назад Ну Три Наверное Ну Пусть будет Три Где-то Да Примерно Года Назад Меня Да И даже Два Года Назад Игрушки Меня Совершенно Не Интересовали Мне казалось Это скучно И не Интересно Ну Ютуб Показал Своё Влияние Я увидела Это разнообразие Пестроту Яркость Эту всю Новогодность 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 В общем Всю эту праздничную Атмосферу И в прошлом году Я с таким удовольствием Смотрела Всех Кто вышивал Новогодние Игрушки Прям С любопытством Восторгом С таким Вдохновением С интересом И в этом году Я решила Тоже Поучаствовать В этом В всём деле Тоже Повышевать Новогодние Игрушки Первая Новогодняя Игрушка Это будет У меня Конфетка Первый раз Я это буду Пробовать Сама не знаю Как это всё Делается Буду Первый раз Всё это Вышивать Ну и покажу Как это всё Происходит Как я буду Вышивать И делиться С вами Своими Впечатлениями И Впечатлениями Эмоциями Если будет Восторг То восторгом Если будет Ну Какими-то Непечатными Словами Я конечно Не буду Уже тут Выражаться Но Если будет Что-то Мне не нравится То я вам Так и покажу И расскажу Что где-то Что-то Пошло не так Ну надеюсь Всё пойдёт Так Всё будет Как надо И будем Вышивать Новогодние Игрушки С 1 ноября И до конца Года Я хочу Этим Позаниматься Поэтому В основном У меня Будут Так и Будет Вот Из основных Вот эти Вот Постоянные До нового Года Будут Мои Работы Кот Бегемот Олимпиада И вот Эта весёлая Зима И всё Остальное Будет Разбавляться Игрушками Игрушки На пластике Игрушки На конве И игрушки Конфетки Три конфеты Я купила И вот Хочу Три конфетки Вышить Посмотреть Как это Будет Получаться Как это Всё Будет Происходить Проведу Такой опыт Эксперимент Будет У меня Ну и На этом Всё Всем Спасибо Всем Пока Увидимся